Добрый вечер! Это информационный выпуск сегодня в студии Георгий Плеев. Вот о чем мы сегодня расскажем. В центре Цкинвала произошла перестрелка. Есть пострадавшие. Партия большинства вновь одерживает победу. Единая Осетия набрала наибольшее количество голосов избирателей. Самая красивая шахматная партия фестиваля. Команда из Южной Осетии вошла в десятку лучших. Сегодня на проспекте Алана Джоева произошла перестрелка, сообщает МВД республики. Есть пострадавший. Он доставлен в республиканскую больницу. Об инциденте в нашем репортаже. Сегодня в центре Цкинвала на перекрестке улицы Пушкина и проспекта Алана Джоева произошла перестрелка, в результате которой пострадал 40-летний житель города Алан Таттаев. Место происшествия отцеплено, ведутся следственные мероприятия. На месте работали представители МВД и генпрокуратуры. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов. Пострадавший доставлен в РММЦ, в приемном отделении Республиканского многопрофильного медицинского центра. Пострадавшему оказана медицинская помощь. По словам врачей, полученная травма не представляет опасности для жизни. В начале третьего дня поступил больной. Таттаевалан, 40 лет. Был доставлен попутным автотранспортом. При поступлении, что он на себя обращал внимание, имелись раны кровоточащие, умеренно кровоточащие в области левой верхней конечности, две раны. При поступлении было проведено ПХО-ран, проведена ремиография левой верхней конечности, выявлены переломы. В проведенном ПХО, как я уже сказал, была наложена эстетическая повязка гипсово-рангета на левую верхнюю конечность, больная госпитализирована в отделении травматологии. Состояние больного средней степени, тяжести, ничего угрожающего в жизни пациента нет. В данный момент находится в отделении травматологии. По словам очевидцев, перестрелка произошла между кандидатами. Депутаты парламента республики, выборы которых прошли в воскресенье. Как сообщает МВД республики, есть предположения по поводу остальных участников происшествия, но их именно в интересах следствия пока не разглашаются. Ирина Битева, Заур Устаев, Арсен Гассиев. Информационный выпуск сегодня. Явка избирателей на парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье, по предварительным данным составила более 65%. Всего работало 77 избирательных участков. Из них 73 в самой Южной Осетии, два в Северной и по одному участку в посольствах Южной Осетии, в Москве и Сухуме. Выборы прошли в полном соответствии с законом республики. Информационный центр центральной избирательной комиссии продолжает свою работу. Председатель ЦИК Белла Плеева огласила предварительные итоги выборов в парламент седьмого созыва. Как вчера, так и сегодня в пресс-центре работают международные журналисты. Все они отмечают, что выборы в парламент прошли по всем демократическим нормам. Центральная избирательная комиссия Южной Осетии обработала более 60% бюллетеней. По словам Беллы Плеевой, лидирует партия Единая Осетия. На втором месте – Народная партия. На третьем – НХАС. Данные предварительные. ФДБАСТА получила 3,14%. Коммунистическая партия – 8,27%. Единство народа – 14,51%. НХАС – 17,56%. Народная партия – 23,47%. Единая Осетия – 37,26%. Единство – 2,75%. Против всех проголосовало 1,24% избирателей. Явка избирателей по предварительным результатам составила 65,24%. Председатель ЦИК также огласила предварительные итоги выборов в парламент по одномандатным избирательным округам. Окончательные итоги будут озвучены в течение пяти дней. Международные наблюдатели отмечают демократичность выборов. Пять людей подписывают, и потом голос покладывают на урны. Урны – это стекло. И там мы все видим. От А до З мы все видим. Каждый голос имеет полный контроль. Это даже лучше, чем у нас на Западе. Например, в Бельгии мы голосуем через компьютер. И там никто может контролировать, зачем мы голосуем. Нет, этот выбор, что я видел, это 100% чистый и 100% демократический, 100% хорошо. Всего в выборах от 17 одномандатных округов принимали участие 98 кандидатов, из которых 60 – выдвиженцы от партии и 38 – самовыдвиженцы. Впервые за 15 лет выборы в парламент Южной Осетии вновь прошли по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе. Половину из 34 депутатов выбирали по партийным спискам, другую половину – по одномандатным округам. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. Спикер парламента Петр Гасьев поздравил политические партии депутатов, прошедших в законодательный орган по одномандатным округам, а также народ Южной Осетии с окончанием выборов. И выразил уверенность, что работа парламентариев 7-го созыва будет способствовать развитию нашей республики. Гасьев поблагодарил всех жителей страны за активное участие в голосовании. Председатель парламента отметил, что в Южную Осетию в качестве наблюдателей приехали представители разных стран, которые дали высокую оценку политическому событию. Я бы хотел также поблагодарить всех, кто принял участие, кто пришел на избирательные участки, независимо от того, за кого он голосовал, и выполнил свой гражданский долг. И мне очень приятно, что у нас политически грамотный народ, который верно оценил работу каждой партии за последние 5 лет. Партия Осетия работала до выборов, во время выборов будет продолжать дальше работать на благо наших граждан. Вы знаете, у нас было беспрецедентное количество наблюдателей как из наших дружественных стран, из ближнего зарубежья, из дальнего зарубежья. Политическое событие, которое, не повышенного слова, было проведено на самом высоком уровне, в самой тихой, спокойной обстановке, показало, что у нас высоко развит институт демократии. И, разумеется, эти журналисты представители Евросоюза, других стран, они скажут свое слово, когда вернутся к себе, расскажут обо всем этом. И, конечно же, это еще одна та самая капля, которая точит камень. Я думаю, что следующее признание мы тоже увидим и тоже порадуемся. Команда юных спортсменов из Южной Осетии приняла участие в пятых юбилейных всемирных играх соотечественников. Международные соревнования проходили в Ханты-Мансийске. Поездка была организована представительством Россотрудничества. Ребята участвовали в соревнованиях по теннису, плаванию и шахматам. Мероприятие было масштабным. Около 60 стран принимали участие в играх. Кроме соревновательного процесса был организован конкурс по русскому языку, в котором наши дети одержали победу. Они привезли в республику сразу несколько призов и оказались в первой десятке лучших команд. В интеллектуальной игре диалоги на русском дети из Южной Осетии обошли всех, заняв первое место. Батратс Чочи в учащейся гимназии Рухс победил в соревнованиях по шахматам. Кроме этого, он получил приз за самую красивую шахматную партию фестиваля. Продолжаем рассказывать о процессе замены кровель, домовладений, пострадавших во время грузинской агрессии. Еще нескольким семьям, благодаря помощи руководства республики, теперь не придется опасаться погодных условий. Репортаж нашего корреспондента. Еще до войны в селениях Идогурово Семя Мамиевых построила новый дом. Все работы были практически завершены, но приселиться домочадцы так и не успели. В августе 2008 года в огороде прямо перед домом разорвался снаряд, в результате чего строение сильно пострадало. Своими силами Семя Мамиевых не смогла справиться с вновь возникшими трудностями. Кровля дома начала протекать и заливать в дождь весь дом. Помощи за эти годы они так и не дождались. Отчаявшись, написали письмо на имя президента Анатолия Бибилова, и в скором времени рабочие приступили к замене кровли. За эти годы мы испытали много трудностей и уже не знали, куда еще обращаться. Я написала письмо на имя президента, и меня внесли в список. Как обещали, так и было сделано. Благодарю президента и всех причастных за помощь в решении моей проблемы. Педагог с 50-летним стажем Анна Бесаева всю жизнь проработала в средней школе селения Сат-Ихарск-Неварского района. Она делится, что ей было неудобно просить, и за помощью она обратилась к лаве государства только один раз. Но когда ей позвонили, а затем чуть позже приехала комиссия, она очень удивилась. Кровлю признали аварийным и тут же приступили к ее замене. Когда Анатолий Ильич узнал, что в юле мне исполняется 90 лет, сказал, что к этой дате кровля должна быть заменена. Так и случилось. Уже несколько дней рабочие усердно работают. Мои слова искренней благодарности нашему президенту. Мы горды тем, что он глава нашего государства. В районах республики продолжаются строительно-восстановительные работы. Егина Чешткоева, Арнольд Хареевов. Информационный выпуск сегодня. Финальная игра между сборными Южной Осетии и Западной Армении закончилась победой футбольной команды нашей республики. Героем игры стал вратарь сборной югостинской команды Мухарбек Бураев, когда им удалось отбить мяч с 11-метровой отметки. У Агунда Губозовой подробности большого спортивного достижения. В столице республики Арцах Типанакерти состоялась финальная игра чемпионата Европы по футболу среди непризнанных государств Конифа 2019. В финальном матче осетины обыграли сборную Западной Армении. Гол, принесший Южной Осетии победу, реализовал Ибрагим Базайв на 64-й минуте. Напомним, что ранее наша сборная одержала победу со счетом 2-1 в первом матче против команды Западной Армении. В решающем же поединке, когда на последней добавленной минуте в ворота юго-осинской сборной был назначен пенальти, осетинский вратарь сотворил футбольное чудо, отразив 11-метровый удар. Тут не комментарии, тут одни эмоции. Мы победили, мы чемпионы Европы. Я поздравляю всю Южную Осетию. И огромную хочу благодарность сказать команде, тренерскому штабу. Огромное спасибо хочу сказать лично вратарю, который снял пенальти. Южная Осетия действительно одна из самых лучших команд в этом чемпионате. Он заслуженно стал чемпионом Европы. Чего мы поздравляю. В первую очередь президента, а потом народу. Ваш президент приехал к нам, и этот первый день они тоже выиграли Западную Армению за счетом 2-1. Поздравляю, господин. Спасибо большое. Налепута чемпионата. Вот самое главное, что и густаристы, и футболом команды чемпионы мира. Молодцы. Нас переполняют чувства. Южная Осетия чемпион. Южная Осетия чемпион. Всегда, везде. Любители футбола с нетерпением ждали этой игры и не зря. Встречу в прямом эфире транслировали в кафе Винченцо. За ходом игры следили сотни болельщиков, среди них и президент Анатолий Бибилов. Финал чемпионата смотрели и члены делегации, приехавшие в качестве наблюдателей на выборы в парламент Южной Осетии. Во время матча мяч в основном был у команды Западной Армении. Несмотря на это, юго-остинские спортсмены не дали ей возможность забить гол. За время встречи наша сборная создавала больше опасных моментов. На седьмой минуте Ибрагим Базаев попытался воспользоваться моментом, но мяч пролетел мимо ворот. Чуть позже еще попытка. Один из лучших игроков нашей команды Батрас Гурцев чуть не забил гол, но вратарь сборной Армении отбил мяч. В ходе второго тайма на 57-й минуте у Базаева вновь была хорошая возможность открыть счет, но он не смог достаточно сильно отбить мяч головой, однако впоследствии он исправился. Единственный гол во втором тайме ударом со штрафного в ворота соперников забил Ибрагим Базаев. Таким образом, счет стал 1-0 в пользу нашей команды. Во время основной части судья продлил время игры на 5 минут. Это время тоже закончилось, но судья игру так и не остановил. На последних секундах компенсированного времени в ворота Южной Осетии был назначен пенальти. Услышав это, сборная Западной Армении ликовала, но зря. Сборная Южной Осетии не являлась фаворитом, однако наши футболисты показали себя с наилучшей стороны. Тем самым они внесли свои имена не только в историю гастинского, но всемирного спорта. Теперь сборная Южной Осетии в течение двух лет, то есть до следующего чемпионата, будет считаться чемпионом Европы по версии Конифа. Агунда Губозова, Фадима Чочева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. И на этом у меня все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин